И всем привет, ребят, с моим Стаброник, я еще не записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы находимся на нашем замечательном специальном аккаунте, на котором мы будем тестировать то самое устройство, которое уже сегодня будет в ваших гаражах, это все то же устройство на гром с сплэш жестким уроном, который называется вакуумный снаряд, и сегодня мы вместе с вами попробуем поиграть на этом замечательном устройстве в режиме джиггернаута. Посмотреть, насколько хорошо будет справляться этот гром с ним, ну и насколько большое количество сплэш урона можно будет выдавать по противнику, плюс по джиггернауту, насколько это будет эффективно и будет ли это вообще работать. То самое главное, ведь с громом на дальность реализация была очень даже неплохая в режиме джиггернаута, посмотрим, что будет с реализацией на громе со сплэшом. По идее у нас нету особо никаких минусов, за исключением только того, что у нас нету критических уронов, но за счет x2 урона от сплэша, я думаю, что будет много таймингов, где можно будет с викинга овердрайва реализовать как раз таки слитие джиггера. Ну и конечно же нужно не забывать о том, что мы сегодня будем дрон использовать такой как гиперион, на мой взгляд это один из лучших, либо лучший дрон на сегодняшний день. И по идее мы с легкостью на викинге должны вместе с вами получать заветные проценты овердрайва, ну а потом уже пробовать уничтожать вражеского джиггера. Ну единственное только то, что если нам сейчас тут противники будут мешать, ну тогда будем тоже на них акцент свой обращать и стараться по ним урон тоже накидывать. Так, нужно не забывать, что мне особо сильно не интересен прямой урон, мне интересен как раз таки сплэш урончик, вот сейчас пятерочка вкусная залетела. Так, ну тут джиггер так пикает, что мне даже сплэшом-то неоткуда по нему нанести-то урончик. Так, пробуем, оп, двоечка хорошая залетает. Так, нужно конечно же еще смотреть за противником, который, вот например как эта изида, пытается доехать до джиггера, чтобы его выехилить. За ними тоже надо наблюдать и таких противников тоже сливать. Так, первый кстати джиггернаут уже уничтожен, прикольно. Так, а мы пробуем сплэшом. Сплэшом нам интересен как раз таки сплэш урон, если джиггер сейчас, о, хорошо, 1800 залетело. Хотя там, если честно, по ходу, по ощущениям небольшой сплэш от такого расстояния кидается. И против, кстати, фулл пачка, то есть здесь не так просто будет еще и выиграть этот обои. Противник очень быстро начинает уничтожать наших джиггернаутов, соответственно, здесь игра может приобрести совсем другой окрас. И уничтожать джиггернаута вражеского будет, во-первых, крайне сложно, это в первую очередь. Во-вторых, мы можем очень быстро проиграть этот бой. Ну и если мы его проиграем, то, ну, наверное, сыграем еще один. В зависимости от того, конечно, как быстро эта катка у нас закончится. Если вдруг это будет супер быстро, то, конечно же, мы с вами пикнем еще как минимум одну каточку. И попробуем ее уже получше сыграть. Так, пока что сплэшом пытаюсь здесь чуть-чуть накидывать. Чуть-чуть у нас что-то залетело, но пока что плохо. Пока что плохо. Про джиггернаута особо сплэшом не открыться. Чтобы я бы сказал, что это реально круто, эффективно и это работает. Да, пробую что-то кидать по стенкам, но пока... Пока это не работает, от слова совсем. Еще и вместе с тем, что у нас есть против Изиды, которые лечат вражеского джаггера. И сокомандники, которые вражеского джаггера не пушат. Все это упирается в то, что мы не очень круто реализуем свои моменты. Так, ну я сейчас просто поеду пушить джаггера, потому что я не вижу никакого особо смысла. Ну вообще в принципе никакого смысла в игре на джиггернауте, если я пытаюсь протестить новый викинга гром. Поэтому давайте мы попробуем сразу выпушить вражеского джаггера. Смотрим, что он вообще из себя представляет, насколько он жесткий. У него есть оверка. Ну и он ее вжимает полноценно. Хорошо. Так, у меня 60% овердрайва. Или это 60% от джиггернаута, сколько у меня? 85. Хорошо. Сейчас попробуем заполучить заветный овердрайв. И попробовать его уже реализовать. Так. Пичку выдаю. И мне джаггер сливает. Блин, ну даже подъем не удается даже пройти. Васпик вражеский чисто стоит и контролит этот подъем. Ну ладно, хорошо. Если он контролит подъем, тогда мы делаем ход конем и попробуем быстренько зайти через центр. Так. Под меня поедет противник или не поедет? Нет, вроде как не едет. Хорошо. 96% овердрайва. Нам бы хотя бы один овер реализовать. И желательно его реализовать не прямым уроном, а именно уроном от стены. Потому что там должен быть повышенный сплэш. И это должно очень эффективно работать. Ооо. Вот оно. Вот оно, что я хотел. Вот оно. Вот это я понимаю урончик. По полторы тысячи обычный урон. А по пятерочке сплэшом с овердрайва викинга залетало. Вот это я понимаю контентик. Вот это я понимаю урон хороший. Которым можно как раз таки вражеского джиггернаута сливать. Но нужно понимать, что и овердрайв-то у нас на викинге копится тоже не так быстро. Соответственно, те режимы, где противник больше кучкуется, нам лучше подходят. Нежели джиггернаут, в котором еще есть большая вероятность того, что не будет хороших тиммейтов, которые будут помогать сливать вражеского джаггера. Соответственно, у меня за катку будет не такое большое количество овердрайвов. Вот, например, до этого момента у меня всего лишь был один овер. Ну и один овер для такой катки, это, ну вы должны понимать, что это супер мало. Поэтому это не есть хорошо. Но, быть может, мы сейчас еще в этой катке поборемся. Хоть мы сливаем практически бесшансово, поборемся. И у меня получится еще покидать урончик. Только, также не забывайте, что я играю на гиперионе. Гиперион у нас, кроме как полной расходки, ничего дополнительного не дает. Соответственно, если играть на том же бустере или кемпере, там, кризисе, то будет дополнительный процент урона у нас. И с этим дополнительным процентом урона уже можно иметь еще больше урон. Может быть, если вам интересно, то в будущем, когда мне уже выдадут на основной аккаунт этот гром, попробуем, скатаем на кемпере, потестируем, насколько это будет эффективно, насколько это будет работать, насколько это будет вообще сочетаться. Если это будет круто сочетаться, то будет очень и очень неплохо. Так. Давайте пробовать сливать вражеского джагера. Но мне как-то сплошом надо, по идее, хорошо ему урон наносить. У него плюс еще резист. И, кстати, он под меня особо пиццом даже и не пикал. Ну ладно. 350 очков. 7,5 минут до конца. И у нас катка заканчивается досрочно. Ну давайте попробуем сыграть еще один бой. По идее, с овердрайвом очень эффективно можно реализовать этого грома, если учитывать тот факт, что, в принципе, у нас там на громе наносится стандартный урон. Блин, но меня закидывают на эту же самую карту, только в ночную. Я не хочу, честно, играть в ночную карту. Поэтому давайте я попробую перепикнуть этот бой и запикаться в джагера. Может даже в ночную катку, да, только не на эту же самую. Мне не нравятся ночные карты. Поэтому я не хотел бы, чтобы меня сейчас на нее закидывало. И я играл... Блин. Ладно. Закидывает на такую же ночную, только меня закидывает в катку, где мы летим 2-9. Просто попытаемся сейчас лить вражеского джагера. Если получится, то будет круто. Ну если не получится, то, наверное, мы еще одну катку пикать не будем. Потому что еще одна катка приведет нас к тому, что мы... Будем крайне-крайне долго играть в рамках этого видеоролика. Поэтому у нас получится... Ну, либо давайте чуть-чуть, знаете, такую легенькую сыграем. Что-то с катками не везет, не знаю. Будет какой-то прикол, шо ли. Не хотелось бы просто там, чтобы у нас было какой-то там 25-30 минут видос с обзором грома в джиггернауте. Но, но, как минимум еще одну какую-нибудь оверочку вкусную реализовать хотелось бы. Хотелось бы посмотреть на этого грома со сплошной. Но почему меня бросают на эти замечательные... Ох, ептить, еще и мой уровень против. Но если мой уровень против, тогда мы точно реализуем пару овердрайвов контентовых. И оставляем малышам фонтик. Малышей забирать фонды, я считаю, что это не совсем правильно. Поэтому давайте мы просто сделаем реализацию качественного овердрайва. И полноценно дадим ребятам зафармить здесь крестуликап. У нас тут еще голды падают. Давайте заодно посмотрим, насколько быстро у меня овердрайв накопится. 20% уже есть. Не так много. Ну, просто на киллы надо чуть больше сыграть. 2000 урона от стенки. Хороший урончик. 1800. Так, громчику здесь бы нанести какой-нибудь, я не знаю, там урон от стенки. Но он почему-то не наносится. Ладно, чуть не в ту сторону, просто попал от стены. 36% есть у нас. Так. Джаггер уже хотел сводиться. Пробуем добивать, сливать молодых игроков. Ну, конечно, лучше, чем осада. Для этого грома, наверное, нет режима. В осаде он прям мега хорош. И я думаю, что если играть на нем еще на аресе, то он будет показывать себя еще вдвойне лучше. А то есть там вообще будут жесткие птички залетать. По 3000 вот так вот можно урончик вкидывать. Уже прожимает овердрайв. Молодой. По 4000 урона. По 4. Просто рядом в землю стреляете. Наносите хорошие циферочки. И все у вас, в принципе, эффективно работает. Подвес половой. Ну и вот у меня уже овердрайв полноценно накопился. Сотка есть. Так, давайте пробовать ее реализовать. Реализовывать. Выжимаем. Блин, хочется именно от стенок. Я не хочу по большей части уничтожать Джаггера уроном не от стены. То есть мне вот этот гром напоминает старый Магнум. Помните, когда у нас было время, когда мы играли на Викинга Магнумах? И с овердрайва вы просто наносили урон там по стенам, по каким-то там домам, там ограждениям. И просто за счет супер большого сплэш урона вы наносили очень большое количество домашки по оппоненту, ну и по Джаггернауту в целом. Да? Если играли, конечно, режим Джаггернауту. Так же самое и здесь. Вы по большей части накидываете урон по стенкам и при этом очень эффективно уничтожаете противника. Ладно, в целом я думаю, что хватит. 4-1. Надеюсь, что здесь еще ребята камбэкнутся и вернутся в эту игру. Ну, как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу грома со сплэшом в режиме Джаггернаута. Эффективен или неэффективен он будет. Так же я думаю, что уже сегодня вы сами после, наверное, где-то 4 часов сможете зайти в игру и протестировать этот замечательный гром только уже своими руками. Ну и тогда, может, уже и напишите в комментариях, как вам он в Джаггере, в каком вообще режиме вы бы его лучше использовали. Как по мне, осадочка. Я думаю, что вот этот громчик в осадочке с аресом, уф, будет очень хорошо и плотно залетать. Поддерживайте данное видео с лайком, если вам понравилось. Так же не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте Кима Личный Тег. Это Тег Тим П, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.